Вот пациента. В марте 2014 года в Петербурге после ужина большой порции с жаренными бараньими ребрами с картофелем и 200 граммами водки выпил 500 миллилитров холодной воды. Ночью сильно стал болеть живот. Вызвал скорую. В отделении попал только в пятницу вечером. Дежурные врачи решения не принимали. Утром понедельника лечащий врач экстренно начал оперировать. Оказался панкреониквроз. Операция затянулась на 8 часов и я впал в кому на две недели. После лечения выписали с диагнозом панкреатит. Прописали прием, панкреатин и отправили к участковому для дальнейшего лечения. Но терапевт закрыл больничный и отправил на работу. За год вес восстановился, но начались боли в левом подъеберье. По результатам МРТ выяснилось, что за поджелудочные киста размером 12 на 16 на 32 миллиметра. Хирург ничего страшного в этом не увидел и отправил на плановую операцию через 6 месяцев. Состояние ухудшилось. Два кубика кетарола уже не помогали. Пришлось экстренно лететь в Петербург. Там ее дренировали и мне полгода пришлось ходить с трубкой в левом боку. В конце 2016 года за два месяца потерял 30 килограмм. Пища выходила назад. В последнее время и вода не входила. Случились судороги и меня скорую везла с подозрением на инсульт. После всех анализов ПКТ сказали, что у меня банальное обезвоживание. Поставили что-то внутривенное и отправили домой. Друзья экстренно повезли в Томск. Там нашли чистый нос. Вырезали желудок до Д2 и хвост поджелудочный. Через год, несмотря на низкоуглеводистую диету, поставили диагноз диабет тип 2. Назначили диабетон. Через несколько месяцев сахара стали расти и я компенсировал ходьбой и бегом. Спустя год приходилось день проходить быстрым шагом около 15 километров. 5 километров бегом и раз 10 на 16 этаж. С эндокринологом приняли решение перейти на инсулин. Длинный левимир утром 4 единицы, 2 вечера. Короткий, но воропит. 1 единицу на 10 грамм углеводов при низком ди. Например, перловка. Дозу делю пополам и ставлю вторую половину около 2 часов от приема пищи. Утром сахар 5-7, перед сном держу 7-8. Бывает при непредвиденных нагрузках и по ночам сахар резко падает. Компенсирую леденцами. Гипогликемию чувствую даже во сне. В сентябре 2019 года отказался от алкоголя и сократил потребление сигарет раз 10. В январе 2020 года состояние настолько ухудшило, что не мог подняться по лестнице даже пару ступеней. Отекли ноги и раздул живот. Но в больницу не принимали, прописывали фурусимид и аспаркан. В апреле все же положили с асцитом. Из-за диабета назначили лечащим врачом-эндокринологом, которая изъяла мои инсулины и начала колоть свои. Высчитаны не то эмпирически, не тот потолка. Были сильные гликебические качели от 1,8 до 32 моль на литр. За два месяца после выписки выровнял сахара, но лечение так и не получил. Состояние за 21 день лечения не изменилось. В апреле, как только ослабили карантинный режим, лег снова. Повезло и лечащего назначили другого. За 4 дня она поставила меня на ноги, раньше за 21 день результата не было. В первом полугодии мог дойти до туалета и кухни. Сегодня прошел около 5 километров и дважды готовил еду. Начал понимать, что от нехватки ферментов не получаю достаточного количества полезных веществ. Шесть лет принимал панкреатин, сегодня к нему добавил мизин, но пока о результатах говорить рано. Раньше стул был не переваренный, после каждого приема пищи в промежутке. Прием в мизин и сегодня появился аппетит и пища начала перевариваться, состояние улучшилось. Живот сейчас плоский, за последние дни набрал несколько килограммов не от веса. До постановки диагноза цирроз ел около 200 грамм углеводов, 80-90 грамм белков и 100 грамм жиров. Теперь сократил жиры и белки до 80 грамм и приходится набирать около 400 грамм углеводов. Знаю, что это много для диабетика, но из двух зол выбирают меньше. У меня есть средства для компенсации, а лишний вес не грозит, сейчас 50 килограмм при росте 174 сантиметра. Не можем найти прицелину асцита и в целом отеков и плохого состояния пациента. Специалисты на месте в Абакане не смогли и теперь уже в Москве не смогли. Поскольку сильный асцит свидетельствует о тяжелом заболевании, то пытаемся найти причину. Мне бы еще от вас рекомендации получить, в чем причина такого состояния и какие еще исследования провести. Мои врачи очень хорошие, но не справились, руками разводят. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 1979 года рождения. Дата исследования 20 июля 2020 года. Область исследования. Брюшная полость за брюшинное пространство. Печень. Положение формы обычной. КК РПД 154 мм, КК РЛД 48 мм. МР-структура печени диффузно-неоднородна. В С4 визуализируется простая киста диаметром 16 на 8 на 4 мм. Конторы четкие, неровные. Внутри печеночная билярная сеть не расширена. Диаметр портальной вены 14 мм. Структуры ворот печени дифференцированы. Внутри печеночные желчные протоки не расширены. Холедок прослеживается на всем протяжении. Не расширен. До 4 мм. Структура в его просвете однородная. Желчный пузырь обычных размеров и положения. В дне пузыря перегиб. МР-признаки наличия множественных конкрементов диаметром 4-5 мм. Поджелудочная железа. Визуализируется фрагментарно. Состояние после оперативного лечения. Тело 26 мм, хвост 17 мм, тело 15 мм. Контуры нечеткие и неровные. МР-структура поджелудочной железы диффузна неоднородно. Парапанкреатическая клетчатка дифференцирована. Селезенка расположена обычно, правильной формы. В размерах не увеличено 65 на 35 мм. Диаметр селезеночной вены 8 мм. Надпочечники обычных размеров и формы. Правая почка нормальных размеров, паренхима однородна. Чашная лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена. Паранефральная клетчатка структурна. В нижнем полюсе правой почки субкапсулярная киста диаметром до 5 мм. Правый мочеточник не расширен. МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Левая почка нормальных размеров, паренхима однородна. Чашная лоханочная система не расширена. Сосудистая ножка не изменена, пара нефральная клетчатка структурна. Левый мочеточник не расширен, МР-признаки наличия конкрементов не выявлены. Во всех отделах брюшной полости значительное количество свободной жидкости. МР-признаки лимфоденопатии живота не выявлены. При введении контраста участки патологического накопления контраста не выявлены. В заключении. Санамнезом ознакомлен. Состояние послеоперативного лечения. МР-картина диффузных изменений ткани печени и поджелудочной железы, асцита, тенденции к формированию портальной гипертензии. ЖКБ, конкременты желчного пузыря, простая киста печени, киста правой почки Бесняк-1, рекомендована консультация хирурга. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук, Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, по результатам МРТ ничего нового сказать не могу, коллеги и так все описали. В вашем случае я бы рекомендовал все же сделать КТ с контрастом. Выше разрешающая способность. Более точно можно оценить состояние паренхима печени. Как нативную плотность, так и количественные показатели воплощения контраста. В целом, данных за наличие онкологии у вас нет. Думаю, основная причина вашего состояния – это последствия деструктивного панкреатита. Поэтому вам нужно удалять желчный пузырь. Камни в нем периодически будут блокировать ток желчи и провоцировать обострение панкреатита, запустая все по кругу. Вам нужно посоветоваться с хирургом по этому поводу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»